Ребятки, всем огромный привет! Будем делать обзор с вами на видео Самвела Адамяна. Мама упала! Что случилось? Что произошло? Самвел накануне сказал, что у Васильевны охрип голос. Что-то он начал переживать, осипший, охрипший. И знаете, по возрастающей ему не понравилось, побежал. Вот видите, сыночек заботливый, купил тест. Все мы сейчас переживаем, тема одна на слуху, да, коронавирус. Прибежал вместе с колясиком, конечно же, в сопровождении сытника. Здесь у мамы в квартире инопланетной заходит. Ну шо? Шо у тебя без голоса? А там, ребята, какой там голос? Она грохнулась, притом хорошенечко упала. Синяк на руке я вижу. И даже немножко как-то так в жалостливой форме скривилась, чтобы сынок пожалел. Не тут-то было, Васильевна. Жалости нет и нет. Только крики, оры и недовольство. Всегда, когда что-то случается с мамой, я сейчас уже начала понимать, что когда Семка переживает, когда он сильно, да, тревожится про маму свою, он начинает на неё орать. Почему орёт? Какая-то странная реакция. Ну и тем не менее, что случилось? Сидела на стуле, на кухне, покушала и упала. Ты шо, заснула, наверное? Ну, наверное, говорит мамашка Васильевна. Ну, как такое могло быть? Он говорит, не верю я. Вот не верю. Сто процентов сидела, втыкала в этом ютубе, свадьбы эти рассматривала армянские. И, скорее всего, заснула. Ребят, я где-то приблизительно тоже верю в такой сценарий. Вот совершенно похоже на правду. Она даже и не отрицает уже, но упала. Упала, ударилась, говорит, пусть и круги нарезал вокруг неё. Она даже подняться не могла. Ударилась сильно и ребро, и под грудь, и всё болит. Самвел начинает её пугать. Вот будет болеть и 2, и 3 месяца. Вот зачем такие прогнозы? Не буду Васильевна, у вас ничего болит. Ну, 2-3 дня побулыть и перестанет. Мы вам даём установку на выздоровление. Самвел, ну, взрослый человек. Ну, в конце концов, ну, нафига ты её вот так дёргаешь за нервы? Ну, вот мне очень хочется ему сказать. Колясик тут пытается как-то защищать, встать на сторону Васильевна, говорит. Ну, старый пожилой человек. Ну, так что теперь? Севка негодует. Итак, принёс тест. Ребят, посмотреть, проверить, не дай бог что. Делает тест, но, как мне показалось, я не медик. Там же одни медики, ребят. Колясик есть, мог бы проконтролировать. Хотя, о чём это я? Ну, и сам Вел. Там что-то там палочкой черканул в носу. Я обычно знаю, ребят, это просто из практики. Делюсь с вами, и вы напишите в комментариях, как медработники делают тест. Они эту палочку, как запихали от тебя туда в нос, кажется, что до глаза достаёт. Знаете, там долго так шуруют этой палочкой. Потом в другой ноздре, ну, почему-то, я не знаю, может быть, разные тесты, может быть, разные какие-то подходы, условия, которые написаны там в аннотации. Здесь не могу ничего сказать. В общем, тест сделал, и тем временем даёт ЦУ Васильевне. Вот Зина приходит к тебе, хватит, чтобы она сюда ходила, чтобы не играли в карты, потому что вы облизываете пальцы, да, действительно, это такой процесс происходит, когда вот бьют картами друг о дружку, слюнявят эти пальцы. Зина может принести с улицы, не пойми что, так и ты можешь принести. И Коля, вот который сейчас, прям в эту минуту, предлагает, а давайте тоже в карты поиграем, а в чём разница, ребят? А в чём разница? Ну, достаточно помыть руки, ну, два раза, вымой руки с мылом, та же Зина. Ну, почему и нет? Что этой мамке запечататься в этой квартире, сидеть и вообще света божьего не видеть, людей не видеть, так она с ума сойдёт в этих четырёх стенах. Ребят, ну, я так себе представляю. Я помню хорошо ту зиму, помните, вот первая зима, когда всех заперли, люди сидели закрытые просто, сходили с ума, это же невозможно выдержать. Ну, как так? Мама вот рассказывает, делится. Ходили с Зиной на прогулку, в АТБ, хотела хурьмы купить, Зина не разрешила, вам нельзя, Васильевна. Ну, я тоже так подумала, сладкая, медовая, ну, куда ей хурьма? Распишите, получите. Севка постарался. Зине пальчиком грозит, такая-сякая Зина. Тут сам, молодец, быстренько подсуетился. Сам притаранил эту сладкую хурьму мамке, правда, с указаниями, с ограничениями. И сказал, одну, и через день, чтобы ты кушала. Ой, как я же в этом сомневаюсь. Ребят, захомячит она все, мы же знаем хорошо Васильевну. Итак, тест ничего не показал, негативный, дай бог, чтобы так и было, но я вижу, что неправильно он был сделан. Ну, думаю, ничего там у Васильевны нет, признаков, симптом никаких абсолютно, ну, нет и близко, и рядом. А Сева продолжает нервничать. Колясик его успокаивает, как может, тот бубнит, ходит по квартире, взад-перед мечется. Лучше пупало, давай, падай, бойся головой обугол, давай, бойся головой обугол. Это он таким образом поддерживает маму. Пожалим вов кобылу, ах, ставим хвист-то грэму. Помните, да, и эту пословицу, вот так и сам Велл, поддержал, так поддержал. Сидят, рассказывает Васильевна Самвелу про свадьбу, когда Севка начал упрекать ее, что смотришь армянские свадьбы, какая невеста красивая, прям куколка, стройная вся такая. Юля тоже красивая, сказал Самвелл. Я сначала даже опешила, думаю, при чем тут Юля? Я подумала на Юлю подругу. Помните, все девушка, которая вот ходила за ними хвостиком, непонятно с какой целью, какую роль она играла в этой компании. Ну, была Юля, вот, заведующая, да, аптекой, фармацепт. Все понимают, о ком я говорю. Думаю, вот тяна. Нема-нема и двери внесли, знаете, а вот при чем тут жовти ботинки? Так и про Юлю. Говорили, говорили, не пойми на какую тему вдруг Юля. А нет, я ошиблась. Ребят, речь идет про Юлю, про внучку Васильевны. Вот Самвелл ей напоминает, говорит, Юля тоже красивая, но ты ни разу про нее не вспомнила. Я шо знаю, живу. Так ты с этой девочкой, которой невеста, не живешь. И что? Гениальный ответ. Так я заебатьком жила в одном доме. Поэтому обсуждаем и делаем комплименты невесте. Ой, Васильевна, неисправимый человек. Вот что к чему? Причем тут ты жила с его батьком, десь там в одном доме? И что? И тут же тема прекратилась. Я думала продолжится. Ребят, она хоть два слова скажет про эту свою внучку Юлю. Уже на слуху, скорее всего, они между собой, там все-таки родные люди, да, родственники. Переговорили, что появилась все-таки Юля. Как-то обозначилась в Ютубе. Даже видеообращение какое-то записала. Были какие-то ответы на вопросы. Они, конечно, ничего не значили. Она никаких карт секретов не открыла. Так, бла-бла, просто поговорила и все. И тем не менее, девочку все увидели. Она обозначилась. Нет, ребят, ни слова, ни полслова. Ни Бенни Мэнни Кукареку. Могла бы сказать. Да, Юлечка тоже. Ну, где-то, да, вот где-то она на Эдика похожа. Крупные такие глаза. Что-то вот нос немножко напоминает. Круглолицая, как луна. Такой же овал лица, как у Эдика. Что-то напоминает. Призналась, что да, я являюсь дочерью Эдуарда. Так это же ваша родная кровь, Васильевна. Это ваша внучка. И вы после всего не захотели сказать там Эдику, Самвелу. Ну, Эдику, скорее всего, было бы логично. Правда сказать, сынок, Эдик. Ну, если она уже появилась, показалась. Ну, дай мне ее телефон, координаты. Ну, я с ней хоть по телефону пообщаюсь, если нет возможности там встретиться, поехать. Родной человек, ребят. Родной, родная кровь. Реакция нулевая. Никаких чувств, никаких эмоций. Тут же Самвелка рыбу мешок принес. Яка там нафиг, Юля. Кому она уперлась вообще-то, Юля, и в какое место. Мешок рыбы притаранили, ребят. Пол мешка орехов и хурьмы сладкой. Про яку Юлю может идти речь вообще, народ. Ой, война, войной, обед по расписанию. Так и у Васильевны. Красную рыбеху, вот такую огромную, в холодильник не помещается. И Ставриды, и Скумбрии, и все, что Бог послал. Я так понимаю, Севка зашел в магазин. Вот что глаза видели. Все, что на витрине было. Закупка произвелась. Все сгреб в один мешок. Вот такой огромнейший пакет. Как открыл холодильник, нет места в морозильных камерах. Ребят, три ящика больших. Там все утрамбовано, забито. Битарем, а куда класть это все? Нет места. О, старушка живет, скажите. Ну, как-то растасовали, куда чего переложили. Рыбку оставили уже в мойке. Рыбы, как говорил Самвел в предыдущем своем видеоблоге. С таким протяжным р. Она говорила, рыбы хочу. Мамка, мамка хотела рыбы. Рыбы, ты мне рыбы купи. Боже мой, с каким же остервенением и жадностью я себе представляю эту картинку. Она будет поглощать эту рыбу. Давайте пари. Ребят, я сейчас к зрителям, ко всем вам обращаюсь. Насколько хватит этого мешка? Как вы думаете? Ну, я думаю, может быть, все-таки на недельку хватит. Вот как вы думаете? Или дня на два. Насколько она растянет эту рыбу? Или пожрет в один присест? Хурьма, Самвел. Что в твоей голове, когда ты делаешь покупки? Вот чем ты думаешь? О чем ты думаешь? Я понимаю, ты хотел как-то мамку побаловать. Ну, и другого ничего не нашлось, как сладкая медовая хурьма. Ты когда яйцу даешь, что через день кушать, ты точно знаешь, уверен, что так и будет? Она будет по одной делить и есть через день? Семечки, ребята, орехи разные, какие угодно, разнокалиберные, полмешка. Ну, скажем так, полмешка. Они же жирные такие. Насколько можно этих орехов вот есть диабетчице? Я не знаю, но принес бы, привез бы один маленький пакетик там на пару месяцев. Пусть она по три орешка съедает через два дня. Я бы это поняла. Но в таком объеме, народ, я не знаю, даже если абсолютно здоровый человек будет постоянно есть вот такими пакетами орехи, я не знаю, что будет с этой поджелудочной, но мне трудно судить. Но я так подозреваю, ничего хорошего из этого не получится, ребята. Ну, эпофеозом ко всему карты. С колясиком у карты уже силы, и все режем. Да, Самбел, колясику и тебе можно. Вот Зине нельзя. А вам, конечно же, можно. Почему и нет? Почему же такая разница? И почему мамке нельзя общаться, ну, хотя бы с Зиной, с одним человеком? Она же одичает. Она и так орет постоянно, потому что людей не видит, а ей нужно выговориться, ей нужно выплеснуть вот ту энергию, которая у нее накопилась. А она бабенка, ого-го, твоя мамашка. Так ты давай ее еще ограничь абсолютно, вот чтобы вообще никого не видела и ни с кем не общалась. Я считаю, это неправильно. Другое дело, пришла Зина, надо сказать, разделась в прихожей, сняла верхнюю одежду, руки два раза с мылом вымыла, и, пожалуйста, пусть люди общаются. Еще, ребят, очень давно хочу сказать, вот эти у мамы в прихожей два бра в виде свечей, где подушечка, мягкое сиденье с каретной стяжкой, где зачастую пусик отдыхает. Нафига эти бра, Самбел? Может быть, посмотришь мой обзор. Ну, вот зачем, какую функцию они несут, какая смысловая нагрузка в этих бра? Вы ими не пользуетесь, никогда не включаете. Убери нахрен к чертовой бабушке эти бра и сделай два кованых. Есть очень красивые такие крючки для одежды, продаются. Присобачь на это место, чтобы можно было снять и оставить в прихожей верхнюю одежду. Вы приходите, снимаете эти свои куртки с улицы, обтирались в них, не пойми где и где. Вы ходили по этим магазинам, шуровались, да, рукавами. Бросаете матери на кровать, на кресло, где она сидит. Я считаю, это очень важный момент. Уберите бра и сделай вешалки, вешалки, чтобы можно было удобно ими пользоваться. Вот давно очень хотела сказать, ребят, поддержите меня. Если считаете, что я права, напишите свои комментарии. И до скорых встреч. Я окончила свой обзор. Всем пока.